Добрый вечер. Да, спасибо, что так много слушателей осталось в столь позднее время в этом зале. Мы видим портрет контр-адмирала Вячеслава Панасенко, который закончил свою жизнь 14 февраля 2014 года в связи с тяжелым болевым синдромом, который преследовал пациента в течение последнего времени жизни. Поскольку пациент страдал терминальным раком поджелудочной железы. Это событие послужило достаточно большим ударом, психологическим ударом для нашего общества. Оно вызвало достаточно бурную дискуссию в прессе. Но тем не менее, чем все это закончилось? Только тем, что 27 февраля было написано письмо Минздрава с рекомендациями по обезболиванию онкологических больных, которые фактически ни к чему не обязывают руководители лечебных учреждений. И в 2015 году, 13 марта, на сайте Минздрава, опять же, были вывесены для обсуждения изменения в приложении к приказу Министерства здравоохранения номер 1175-Н, который обсуждение было закончено 23 марта, но тем не менее, никаких дальнейших действий не последовало. Поэтому я считаю, что это самый большой подводный камень, который есть у нас сейчас в России в деле обезболивания, в том числе и онкологических больных. С другой стороны, казалось бы, дай допуск, дай свободу назначения наркотических препаратов и наступит всем нам счастье. Тем не менее, это совершенно не так. В 2009 году была публикована статья, которая повергла в шок всю общественность европейскую, которая занимается проблемами лечения боли. Почему? Потому что был произведен опрос достаточно большой когорты онкологических больных, в результате которых выяснилось, что примерно 50% считают, что улучшение качества жизни пациента совершенно не входит в план лечения этого пациента врачом общей практики и на амбулаторном этапе. При этом посмотрите, пожалуйста, каковы были жалобы на боли. 73% предъявляли жалобы на боль. В течение года треть пациентов, половина опрошенных каждый день, испытывает минимум один раз в сутки. 23% вообще не получали анальгетик. Это была годосполовенная старушка Европы, где учет и назначение наркотических препаратов достаточно свободно и легко производится. Поэтому само по себе назначение наркотического препарата – это, конечно, очень хорошо. Нам нужно учитывать еще очень много факторов, которые позволят нам добиться обезболивания. В первую очередь это то, что нам нужно вместе с больным сформулировать какие-то приоритеты, потому что в процессе своей работы я занимаюсь лечением, в том числе и хронической онкологической боли. Я убедился, что зачастую те задачи и цели, которые преследую я как врач, назначая наркотическую терапию, совершенно не соответствуют тем запросам и представлениям пациента, которые ко мне приходят на прием. И в результате пациент, особенно поначалу, когда я начинал этим заниматься, говорил, доктор, ничего, твоя терапия не работает. У меня как болело, так и болит. И потом уже, когда мы проводили повторные собеседования и, наконец, обсуждали качество ночного сна, как вы стали себя самообслуживать, как вы отдыхаете, как у вас стало лучше или хуже отношение к родственникам, как вы можете работать, тогда начинает выясняться, что, глядишь, то и наш пациент получает те препараты, которые работают адекватно. Просто те цели, которые представлял себе пациент, немножечко не совпадают с тем, что, в общем-то, преследуют мы как врачи-альгезиологи. Совершенно не обязательно при этом добиваться стопроцентного обезболивания, потому что это требует достаточно большого количества препаратов и достаточно большой дозы препаратов. Мы всегда договариваемся с пациентами, что уровень боли каждодневный не должен превышать где-то 3-4 балла по визуально-аналоговой шкале, и мы минимизируем частоту прорыва в боли, и именно это становится целью нашей задачи в лечении хронического болевого синдрома, ну, в данном случае онкологических больных. Что еще очень затрудняет общение врача с онкологическим пациентом? Это отсутствие каких-то глубоких знаний по психологии этих больных. Вот перед вами небольшая цитата из информационного лиска, выпущенного по поводу Международного года онкологической боли, Международной ассоциации изучения боли. Мы все, не всякий из нас помнит, что пациент, когда он узнает, что он страдает онкологическим заболеванием, проходит 5 стадий адаптации к этой информации о том, что у него неизлечимое заболевание, и в том числе одно из этих этапов – это фаза гнева. Вице-контр-адмирал – это человек, который способен собрать полторы-две тысячи человек, продержать их сколько угодно и по какому поводу ругать. И вдруг этот человек не может справиться с каким-то врачишкой, с его точки зрения, который не дает ему то, что, казалось бы, ему нужно. И если это накладывается на фазу гнева, что будет с этим пациентом, как он будет реагировать. Также не всегда мы обращаем то внимание, которое мы должны обращать на физиологию боли. В первую очередь мало обращается внимания на выделение типов болевого синдрома. До недавнего времени распространенность нейропатической боли у онкологических пациентов была практически не исследована, причем не только в России, но и в Европе. И первые работы появились где-то в 2010-2012 году. Оказывается, что нейропатическая боль как монокомпонент или как один из компонентов болевого синдрома встречается примерно у половины пациентов, что требует совершенно другого назначения препаратов или, кроме наркотических препаратов, требует назначения дьюантов. Совершенно неизвестно понятие прорывной боли, хотя тоже по разным данным от 40 до 86% пациентов страдают. В России совершенно нет препаратов, которыми мы можем лечить прорывную боль. У нас нет пациентов с немедленным началом действия. Если у нас сейчас появились трансдермальные пластырные системы и таблетки морфина с замедленным высвобождением, что касается этих препаратов, то практически мы ничего не имеем. Единственный вариант каким-то образом профилактировать прорывную боль является увеличение дозы базового наркотического и энергетического препарата. Следующий момент, на который хочется обратить внимание – фармакология опиоидов. То, что до сих пор используются нейротоксичные опиоиды. Я здесь совершенно не согласен с московскими товарищами, которые до сих пор рекомендуют в качестве препарата для лечения прорывной боли просидол. Потому что при метаболизме формируются нейротоксические метаболиты, которые не обезболивают при этом. Очень неправильно с точки зрения комбинации слабых и сильных опиоидов. Комбинация двух сильных опиоидов – фентанил и морфин. Между прочим, контр-адмирал Афанасенко, по данным господина Печатникова, его семья после его гибели сдала в поликлинику несколько упаковок трансдермальной транспортной системы с фентанилом. А погиб он, потому что ему не выписали в поликлинике морфин. А морфин ему посоветовал какой-то ухарь-купец, который приехал на скорую помощь и сказал, что это все фигня, ваша транспортная система, а вот идите-ка и выпишите морфин. А все это было в пятницу. Вот так вот. Ну и еще один момент – это введение анальгетиков в потребление. Это совершенно неправильно, потому что по окончании, если не совпадает время введения и окончания действия предыдущей дозы, естественно, возникает порывная боль. Наши пациенты, наши врачи не знают различий между толерантностью, зависимостью и злоупотреблением. Физическая зависимость – это результат биохимической адаптации организма к хроническому поступлению препарата. И не надо этого бояться. Наличие зависимости и даже злоупотребление в анамнезе не является противопоказанием к проведению анальгетической терапии опиоидом, когда она необходима для устранения боли. А критерии Всемирной организации здравоохранения по злоупотреблению медицинскими опиоидами, она составляла, по-моему, 6 слайдов, поэтому я просто, так сказать, вот решил, что я их не буду вставлять, а просто скажу, что такие критерии есть, и они доступны, и можно для себя, если это интересно, поднять эту информацию. Что же делать, если мы видим, что пациент злоупотребляет опиоидными препаратами? То, в первую очередь, это можно применять методы интервенционного лечения боли. Это имплантированные системы, это табетантуэлированные эпидуральные катетеры, это табетанулированные эпидуральные порты, это помпы-стимуляторы, которые сейчас потихоньку выходят в нашу жизнь. Это химические невроли с различных сплетений, радиочастотная обляция, в том числе хордотомия на шейном уровне, деструкция внутренностных нервов, непарного ганглия. И самый последний момент, самый последний писк – это импульсная радиочастотная модуляция, которая позволяет воздействовать на невральные структуры в какой-то мере до 90%, убирая болевую составляющую, но сохраняя при этом моторную и сенсорную проводимость. То, что говорил вначале Юрий Сергеевич, медицина боли должна быть признана отдельной специальностью, что позволит нам проводить дополнительное обучение врачей по этой специальности. Даже в Европе на сегодняшний день в основном проблемы лечения боли не обсуждаются. В общем, обсуждаются только в разделах того или иного цикла, той или иной специальности. Это несмотря на то, что в США pain management – это субспециальность с 90-го года, в Европе субспециальность с 93-го года, а в Австралии она уже с 2003 года признана отдельной медицинской специальностью. Пользуясь случаем, хочу прорекламировать четвертую ежегодную конференцию по интервенционным методам лечения боли, которую мы будем проводить в рамках съезда анестезиологов и аниматологов, которая состоится 25-26 сентября в отеле «Сокос Олимпиагарден». Будет тема нашего конференции – это болевые синдромы шеи, плеча и верхней конечности. Пожалуйста, это мой телефон. Если кого-то заинтересует, звоните, не стесняйтесь, я вам с удовольствием все расскажу, как попасть, что попасть, какие лекторы и как будет у нас все проходить. Спасибо за внимание.